Меня зовут Сергей Яровой, я работаю с ССРСом на протяжении последних 2,5 года. И я хотел бы немножко поделиться какими-то фичами, какими-то знаниями здесь, поговорить о некоторой интересной теме, о которой недавно в POC, буквально месяц назад участвовал в Proof of Concept для нового клиента, софт-серва, и некоторые из этих тем очень использовались в POC для презентации. И, в принципе, они рабочие, то есть можно пользоваться. Сегодня я хотел бы поговорить о подотчетах. Эти вещи довольно, подотчеты очень редко используются. И хотелось бы поговорить, где их лучше использовать и как. Опять же, поговорить про дрилдауны, их особенности экспорта в Excel, особенности экспорта в Excel, и как можно удобно формировать ворбуки с мультистраничностью. То есть несколько страниц в Excel с разными отчетами. Опять же, поговорить про SSRS и Power BI. Но это больше касаться будет Power BI и того, как можно использовать RDALE или SSRS-натчеты прямо в Power BI. И такие вещи, которые редко используются, в основном мере, в проектах, в которых я работал, очень редко используются рэпорт-сабскрипшены. В принципе, это очень функциональная вещь. И почему ею не пользуются так часто? Это либо люди не знают о том, что… Клиент не знает о том, что ей так удобно можно пользоваться. И просто пишут свои какие-то скидулеры, либо не нравится что-то, либо не проинформированы. В общем, тоже хотелось бы поговорить про саду Крюши. Итак, начнем с обычных подотчетов. Где их можно использовать? Это когда у нас есть просто создать отчет. У нас есть, например, отчет в Excel, и там всего лишь одни столбцы с филдами. И нам надо добавить, например, какой-то заголовок, какой-то там логотип, дату, параметры. То можно вставить подотчет в табликс и добавить дополнительные какие-то элементы. И не надо рисовать заново весь отчет полностью. Можно использовать его в кавер-приджах. Это с первых страниц. На первой странице можно отображать разнообразные параметры. Опять же, дата, время, любую информацию, логотипы, кто печатал, ну и все, что только можно. Опять же, можно создавать маленькие вставки в виде параметров, которые вставлять либо внизу, либо вверху, там, в углу. Как мы использовали, например, в правом верхнем углу, вставляли маленькие вставки с параметрами. Комбинировать несколько отчетов в один отчет, то есть при помощи сабрепортов. Когда мы поговорим про экспорт в Excel, например, мы можем несколько табликсов создавать для того, чтобы сделать несколько страниц в воркбуке и потом экспортировать это все в Excel. Под отчетами это делать немножко легче. Опять же, генерация нескольких отчетов с одним и тем же лаяутом, но с разными параметрами. Это когда можно брать параметры прямо из базы данных и несколько раз запускать один и тот же отчет. То есть в одном файле мы будем иметь несколько отчетов разных. И про использование вообще. Зачем? Стоит ли использовать под отчеты или просто все рисовать в табликсе? Тоже можно обсудить такую тему. Итак, начнем с самого простого. Это под отчет. Это просто элемент, который добавляется в табликс, вставляет параметры, то есть сетаются параметры, выбирается, какой отчет будет запущен, к нему параметры, ну и в итоге у нас получается самый простой отчет, который есть. Перейдем к более сложным вариантам использования, когда у нас начинаются комбинации из нескольких отчетов. Вот здесь, например, я использовал... Я, конечно, не показываю реальные отчеты, потому что то есть я нарисовал самый простой отчет. Здесь просто выводятся параметры в правом верхнем углу. Например, если у нас параметры стандартные или там их всего там, например, выводится по стандарту три, да, там первых или... Ну, в общем, они стандартизированы, то можно просто создать подотчеты, которые будут показывать эти параметры на лояуте. Ну и в итоге мы получаем, например, то есть очень удобно передать параметры в подотчет и сразу сверху справа мы будем ввести список всех параметров, использованных в этом отчете. Комбинации из нескольких подотчетов. Когда нам надо в одном отчете скомбинировать несколько отчетов, это больше касается сложных отчетов, которые комплексных, там, где иметь, например, месячных отчетов, которые клиент запускает в конце месяца или годовых, он, например, хочет в одном отчете иметь там очень много разных статистик или очень много разных расчетов, то можно собрать несколько разных отчетов в одном, и эти подотчеты, они будут иметь разные дата-сеты, дата-сорсы, они будут смотреть в разные места и собирать данные с разных баз данных, например, с ворхауса, там, часть-часть с OLTP и скомбинировать это в одном отчете. Очень удобно это делать подотчетами, потому что в одном отчете мы нарисовали лей-аут одного, естественно, в втором другого и свели это в один большой. В итоге мы получаем в одном отчете один отчет, потом следующий. Более интересная фича – это, конечно, генерация нескольких отчетов, когда параметры можно взять прямо из баз данных. Например, в какой-то таблице хранятся параметры, с которыми надо запускать отчет, и можно эти параметры выбирать одним, в основном отчете выбирать эти параметры и подотчет передавать как строки. То есть каждая строчка, у нас три строки, и поместив подотчет в detail-секцию, мы запустим этот отчет столько, сколько здесь будет строк. То есть три раза. И каждая строка будет передана как параметр. Можно передать его в виде… Каждый филд можно передать в виде параметра в отчет. И он запустит и вставит этот отчет в один файл три раза в данном случае. Естественно, можно таких делать несколько, ну, много, там, десять раз вызывать. Конечно, не надо забывать о том, что каждый раз для каждого вызова будет дополнительный коннекшен открытый, то есть это будет отдельный селект, это не будет один датасет, это будет три датасета, три раза будет вызвана строка. Но, опять же, в случае, когда надо с разными параметрами вызвать, и это оправданно, то есть создавать три отчета с разными параметрами, и они будут сгенерированы десять раз, и то будет оправданно по перфомансу, то, в принципе, очень рабочий вариант для генерации такого большого набора отчетов. Следующая вещь, про которую часто забывают, это открытие отчета по экшену, это когда мы переходим к подотчету, кликнув на ячейку. Это очень интерактивная вещь, и можно создавать отчеты списком, то есть в одном мастер-отчете в паранете будет большой список отчетов, которые нам можно будет вызвать. И, например, месячный большой отчет приходит, в репорт-вивере открывает клиент, и он к каждому отчету может нажать на название какого-то конкретного отчета и перейти к нему. Потом вернулся назад, кликнуть на следующий и получить следующий отчет. Очень удобная вещь. Выглядит тоже, например, крайне простой. То есть мы кликаем на саму ячейку, я потом продемонстрирую, как это работает, и получаем какой-то отчет. Все довольно просто. И переходим к использовать табликсы, вообще все рисовать в одном табликсе или делать подотчеты. В принципе, в данном примере просто используются три табликса. Один табликс вставлен в примере, например, эти параметры, это тоже табликс, и он вставлен внутрь паранета, то есть табликс-табликс. В маленьких отчетах или в отчетах, которые не будут повторяться, нет никаких повторяющихся частей, то, в принципе, наверное, нарисовать просто отчет в одном табликсе гораздо быстрее и эффективнее. Но если говорить про какие-то сложные отчеты, например, отчеты, которые будут экспортированы в Excel, и они мультистраничны, то лучше для наглядности использовать, конечно, подотчеты, потому что они будут большие довольно и довольно сложные. И для последующей работы с ними изменениями, какие-то будут изменения дополнительные, какие-то введены правки, то если разделить этот отчет на какие-то части, то будет легче с ним работать. И в случае какой-то мисклика какого-то или мистайпа меньше вероятность ошибки и более простая работа в данной ситуации. Опять же, если использовать табликс в табликсе, как вот здесь, то, опять же, табликсы, парент и child-табликс, они могут иметь только один датасет, соответственно, и датасорс. И в случае с подотчетом, если мы вставляем в табликс подотчет сабрепорт, то есть вот здесь, да, вставляем в сабрепорт, то датасет будет другой, то есть у него в подотчете будет датасорс другой, и параметры могут браться, не обязательно параметры, так как только пример, но датасорс может быть совсем другой, что довольно-таки полезно в некоторых случаях. Поэтому какие выводы? Табликс использовать хорошо, там, где отчеты маленькие, простые, без каких-либо сложностей. Один табликс – это один датасорс, один коллс творит процедуры или вызов какой-то квери. Это быстрее, во всяком случае, так должно быть. и этот отчет, например, используется только один раз, и больше нигде не будет использоваться. На секции его поделить как бы нету никакого смысла. А когда у нас большие отчеты сложные, когда в них очень много используется филдов, очень часто, когда много филдов с разными размерами, разными группами, то приходится создавать очень много столбцов, их мерзжить, сплетить. И поэтому, если есть возможность добавить и отделить часть отчета в подотчет, то так будет легче работать. Не надо будет очень много работать с лейаутом. И очень скрупулезно, то есть надо будет делать лейаут. С подотчетом это проще. Создавать стандартные секции, например, cover page, первую страницу и стандартную страницу с параметрами, стандартную часть с параметрами. Удобно набирать какие-то секции из отчетов, отчеты, которые состоят из многих отчетов, очень удобно делать именно подотчеты. И создавать отчеты, которые содержат линки, что довольно-таки тоже удобно. И клиенту данная штука будет очень удобно открывать отчет, прямо открывать разные отчеты из одного, из мастера отчета. Так, немножко демо. То есть, например, у нас есть вот пример подотчета, то есть у нас есть подотчета в одном табликсе, то есть один табликс, два подотчета внутри, и маленький подотчет, параметры. Выглядит это вот так. все выбирается друг с другом, будут отчеты. Опять же, можно добавить пейджбрейки, это будет на разных страницах. В данном случае я не добавлял пейджбрейки, они идут друг с другом. Генерация сета отчетов с одинаковыми параметрами. То есть, у нас есть датасет. В датасете у нас три строки, о которых я говорил в презентации. И эти строки по очереди будут вызывать подотчет. И мы в итоге получим разные датасеты. Три раза будет запущен подотчет с разными параметрами. Подотчеты здесь простые. То есть, это Excel формата, то есть, они просто столбцы с филдами. Два почти одинаковых. Ну, один с адресами, другой с адресами. Ну, и страничка. Не страничка, а частичка с параметрами. Опять же, это, к примеру, это может быть разнопраздные вещи. Эти параметры могут выглядеть по-разному. В данном случае это выглядит. Вот так. Следующая тема – это drill-тауны. Очень тоже почему-то редкая используемая штука, но очень удобная группа. Когда отчеты большие и группировок дерева, группировок большое, то можно использовать drill-тауны. Они очень просто сетапаются. То есть, создается, например, вот такой лояут, и мы сетапим филд, который будет коллапсить и экспандить группу строк. Ну, и в итоге, ну, как бы настраиваем, то есть, вот этот state name, это вот этот филд будет управлять коллапсом и экспандом. Опять же, для этих строк визибилити будет height, то есть, они вначале будут захайджены, и в случае, когда мы будем нажимать плюсик, эти строки будут показаны. Вот так это будет выглядеть в репортивере. То есть, мы нажимаем на плюсик, и группа будет экспандом. Есть небольшие нюансы с использованием drill-таунов в PDF. То есть, в PDF, естественно, мы этих drill-таунов не увидим. То, как мы наклассали на репортивере, мы будем видеть точно такую же картину в PDF. Но самое интересное, это то, что мы можем это экспортировать в Excel, и это очень удобно. Мы можем любое количество... То есть, вся логика повторяется прямо в Excel. Любое количество, любая глубина drill-тауна будет передана в Excel. И, ну, то есть, полностью повторить репортивер, что очень удобно и расширяет возможности drill-тауна. Потому что до этого, например, люди, использующиеся PDF, они просто, как делался отчет, просто брали, экспандили все филды и принтили отчет. Но в Excel вообще можно работать с каждой отдельной группой, то есть, передать все drill-тауны прямо в Excel. Очень крутая фича. И клиенты надо об этом даже не калатриваться. Следующая... Так, следующая вещь – это экспорт уже в Excel, поэтому по drill-тауну. drill-тауну. То есть, уже подготовлено, но так детально, то есть, мы всего лишь берем строчку, row visibility, все очень просто, ставим height, выбираем field, имя филда, которое будет, как бы управляющий, field, вот этот field, то есть state name, запускаем, вот, все как бы работает. Если это все экспортировать в Excel, это уже есть, мы добавим. Что мы увидим? Сейчас откроем. Вот. То есть, все drill-тауны, мы можем пользоваться ими абсолютно свободно, вся информация передана, она никуда не делась, и всеми drill-таунами можно пользоваться. Очень крутая штука. Дальше. Экспорт в Excel. Переходя к мультистраничности в Excel и созданию более сложных месячных отчетов с большим количеством страниц. Я рассказал о подчетах, о drill-таунах, вообще о табликсах и их использовании, и все теперь это можно использовать в экспорте в Excel. можно создавать большие отчеты, про которые я говорил ранее, и делать страницы в Excel, много разных страниц, с большим количеством разных отчетов. Они могут выглядеть совсем по-разному, с разными, совсем разными. Короче, все лояуты, все данные могут быть разными. То есть, как только фантазия позволяет. То есть, всего лишь добавляем для табликс pagebreak в настройках, и после этого на Excel получаем мультистраничности. То есть, каждая страница будет отдельной. Ну, дальше немножко делаем, добавляем в филу page name, для того, чтобы было красиво это оформлено в Excel. То есть, данное имя page name, это настройка табликса, будет находиться в названии страницы. Как это выглядит в реальности. Вот у нас два табликса, то есть, которые отдельные. Между ними pagebreak, и это будут отдельные страницы в Excel. Для того, чтобы сделать, чтобы они были отдельными, добавляется pagebreak автор в каждом последующем табликсе. Этих табликсов может быть там много, то есть, 6-7 штук, и каждого будет свой layout. У каждого последующего надо проставлять pagebreak, для того, чтобы переместить его на следующую страницу. А также, для того, чтобы имя было красивым, можно называть это все в page name, называть это как по названию отчета, например. Или еще как. Так, и переходим к следующему слайду. Очень маленькая тема, но это очень часто люди задают, каким образом сделать повторение хедеров на каждой странице. Я решил добавить это в презентацию, чтобы как бы это уточнить. Есть Microsoft, добавили Advanced Mode в очень интересное место, и поэтому возникает очень много вопросов, каким образом это сделать, но если нажать Advanced Mode, то можно изменять настройки Role Group. И после этого при помощи Keep Together, Keep This Group и Repeat on New Page можно настраивать, каким образом строки, группы строк будут повторяться на каждой странице. Выглядит это тоже очень просто. Тут уже Advanced Mode включен, и нажимая на каждую из строк, мы видим, что переключаются строки между собой, мы можем выставлять различные настройки для этих групп, для отображения, различные настройки для отображения на странице. Следующее, ну и вот как оно будет выглядеть, то есть мы видим, что хедер будет отображен на следующей странице. следующая тема, это касается SSRS и Power BI. Вот это для примера, как выгодится 2016 SSRS, это обновленный уже сайт, довольно симпатичный, вот все понятно, то есть это отчеты, ничего сложного, но самое интересное это будет в Power BI, ну так это выглядит, это все стандартно, но в Power BI и Report сервере появилась и есть возможность добавлять подженейт Report, что является очень удобным, у нас есть кнопочка, то есть у нас есть Power BI Report сервер, мы его поставили и мы можем естественно пользоваться Power BI, но теперь мы можем загружать RDL в Power BI Report сервер при помощи upload, и мы будем иметь одновременно на одном Power BI Report сервере и сам естественно пользоваться самим Power BI и одновременно подженейтить репорт что является довольно удобным не надо держать одновременно 2-1 сервер для SSRS отчетов другой для Power BI а теперь можно пользоваться всем одновременно то есть мы добавляем Power BI добавляем отчеты и прекрасно можем с ними работать при помощи upload следующая тема вот как это выглядит сейчас я продемонстрирую то есть вот SSRS сервер вот отчеты все стандартно а вот у нас Power BI то же самое то есть у нас есть дата сорсы и я создал папочку Reports и мы добавили сюда обычный SSRS отчет Pajonated отчет который может прямо отсюда работать сейчас он подгрузится так что-то он долговато но сейчас вот то есть это обычный Pajonated Report это выборка там с рандомной таблички правда но это не так уж важно у нас есть кнопочка upload и мы можем RDL просто выбрать RDL нажать open и он вставит эту RDL сюда единственное что нам надо будет сделать это пойти в менедж и поменять дата сорс который естественно у него не будет надо будет его прописать или там добавить каким-то образом и мы можем пользоваться в Power BI Pajonated Report очень удобная фича далее следующая тема это посвящена subscription report subscription очень не часто я видел что пользуются данные фичи от Microsoft очень последний Proof Concept который мы делали очень удобно мы предложили это клиенту и вообще я считаю что это очень удобная фича создать это очень просто в отчете нажать new subscription ничего сложного какие там настройки мы можем видеть что это надо выбрать стандартный это subscription это дата 3 subscription выбрать скебл по которому это будет и у него есть два метода доставки отчета по файлу шаре или mail в данном случае мы видим что доставка по email много настроек такого в копию можно отводить отчет прямо в письмо можно вставлять только линку писать коммент ну и естественно добавить параметры вторая часть более интересная это data-driven subscription data-driven subscription можно получать кому все параметры по которым будет разослан этот отчет при помощи query то есть настроив датасет мы можем получить все параметры кому кого поставить в копию все параметры можем получить прямо с баз данных что добавляет большой гибкости subscription как это выглядит в реальности то есть reports вот отчет мы идем manage subscriptions вот стандартный subscription который я создал который я работал ну всего лишь кто owner это стандартный subscription выбираем schedule который нам нравится в schedule или ничего опять же сверхъестественно там день недели апланс выбираем там какие дни в принципе настройки понятные всего лишь выбираем какой schedule subscription и получаем этот отчет по email в данном случае есть два способа windows то есть можно просто в папочку файлики складывать ну очень интересным является тоже ссылка стандартные настройки то есть включить отчет включить линку копия там коммент ну и стандартный параметр и как data-driven subscription работает это выбираем data-driven subscription и у нас появляется дополнительная секция где мы можем настраивать параметры все параметры по которым будет разослан этот отчет мы можем нажать датасет и написать здесь query то есть получить эти все параметры из базы данных и осуществить рассылку очень гибкая функция это я думаю все по subscription следующая следующий слайд это так сказать совместное использование Power BI и SSRS на основе того что мы можем использовать SSRS отчеты RDL в Power BI сервере то мы можем мы можем видеть три разных репорт деплоймента три разных версии репорт деплоймента например мы можем на один Power BI сервер поместить и SSRS и Power BI как я показывал ранее то есть в SSRS мы будем отправлять отчеты по email по файл шаре опять же скедуле дата driven субскрипшены Power BI будет работать с датамартом ну и SSRS отчеты будем работать на Power BI репорт сервер также Power BI дешборд следующий следующий вариант то есть у нас будет SSRS сервер для использования для работы с RDA то есть отчетами пожинат отчетами тоже SSRS сервер может работать опять же с датамартом и так далее но Power BI мы можем использовать Power BI онлайн от Microsoft то есть в облаке пользоваться Power BI онлайн и там будут наши дешборды и третий вариант сейчас очень интересный тоже вариант это когда мы можем складывать все в облако то есть Power BI онлайн премиум онлайн можно будет складывать то есть пользоваться паженейт отчетами одновременно вместе с Power BI то есть Microsoft анонсировал что в ноябре 2018 то есть прошлого месяца я еще не проверял эту возможность но по идее она должна уже быть что можно будет добавлять паженейт отчеты то есть RDL как работает Power BI upload они хотят добавить такую же функцию в Power BI онлайн и мы будем иметь в облаке и с SRS отчеты одновременно вместе с я надеюсь древом субскрипшенами и скедлами вместе с дашбордами от Power BI с Power BI это я думаю все про report deployment следующий слайд это больше информационный очень часто получается так что нужно знать схемы которые используются в RDL поэтому я вставил такие информационные слайды в конец то есть каждый вид RDL каждая схема используется с определенным сервером и у нас backward compatibility как бы не работает до сих пор получается что если мы версию поменяем вперед то есть модифицируем RDL то назад и сохраним ее то назад ее откатить как бы нельзя поэтому надо следить за версиями схем потому что если у клиента например 14 сервер то 16 схема естественно не откроется и 2015 студия работает сразу модифицирует RDL в 2016 схему как и 2017 студия поэтому надо быть осторожными и работать правильными студиями с разными схемами поэтому я добавил данную информацию в конец презентации вот например в 2016 скр сервере мы можем использовать схемы с 2010 по 2016 ну то есть все а с 2014 мы можем использовать максимум 2010 схему с 2008 скр сервером естественно 2008 RDL ну и список Visual Studio которые используются для разных схем на разных серверах эту информацию я думаю вы сможете почитать потом в презентации которые которые в принципе у меня на этом все спасибо за внимание какие вопросы у вас есть Сергей здравствуйте меня зовут Алексей у меня есть вопрос если вернуться к вложенности в drill down вы возможно проверяли на своей практике перформанс уровнем вложенности насколько можно расширить этот drill down и второй с этим же например если у нас в датасете есть цифровые значения и на самом нижнем листьевом уровне какое-то значение то сам наверх как его сделать опять же по перформансу например если это несколько сот тысяч строк это все зависит от глубины группировки на самом деле то есть у нас глубина группировки например допустим допустимо ли глубина будет 12 либо 20 уровней и на каждом из последних уровней будет какое-то значение и оно будет подниматься сама вверх по перформансу возможно проверяли есть рекомендации практики такой глубины мы не делали конечно но в основном максимальная глубина которую мы проверяли и с перформансом было все окей это 5 глубина вложенности максимум было 5 опять же да есть возможные проблемы с перформансом но незначительные ну по крайней мере на моей практике было так что я проверял проблемы какие из-за того что мы хайдим какие-то строки из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы с перформансом но мы проверяли на 5 уровнях вложенности проблем не наблюдалось а с каким количеством строк работали ну не знаю там ну больше 50 тысяч пускай так будет ну тысяч двадцать наверное точно было тысяч двадцать тридцать было то есть это не сто тысяч строк конечно сто тысяч это примерно да это сколько у нас строк на страницу условно говоря это по какой-то стране по областям по там каким-то районам разделить какой-то показатель ну это таки довольно реальная цифра да но я думаю что сложенностью до пяти на сто тысячах не должно быть проблем мне так кажется опять же сам наверх здесь делается какими-то формулами правильно понимаю еще раз что total sum на каждом верхнем уровне можно задать формулами да он почитается автоматически ну да это не total sum там то есть сейчас в принципе можно вернуться да это drilldown в каждой группе то есть вот группа и мы можем создать здесь в группе total да ну прямо здесь прямо в этой строке например создать какие-то формулы и он внизу будет можно вверху создать то есть добавить строку сверху там insert row баф и сделать как бы подсчет здесь то есть он будет раскрываться и здесь но обычно конечно делают внизу то есть делают какое-то подчеркивание и здесь какие-то total то есть в нашем случае вот как раз наоборот это я хотел к этому а вверх но вверх тоже можно сделать ну то есть формулы спасибо вопросов больше а еще по времени сколько вот на ваших данных 20 или либо 30 тысяч данных отчет формировался в секундах возможно вспомните до минуты это конечно тут же надо делить на две части у нас сколько работает сторка или query сколько работает сам рендер да и ну у нас лимит такой что у нас есть тайм-аут да тайм-аут у нас 5 минут то есть в основном мы вкладываемся до 5 минут это все зависит от сложности опять же сторки да но я думаю что такой отчет должен минуты там 100 тысяч я не знаю но тысяч 20-30 думаю пару минут должен генерировать то есть пару минут все-таки почему спрашиваю например у нас если сторка ну чистый датасет возвращается например пускай те же 100 тысяч строк возвращается секунд за 30-20-30 расчета плюс передача данных по сети если это где-то там отдельно и сам отчет будет прорисовывать еще несколько минут вот эти ну пару минут будет да ну да ну до 5 минут я думаю это как бы должно вложиться то есть должно вложиться то есть все зависит от сервера того где формируется но это не будут секунды да это будет несколько да да это будет минуты ну скорее всего это будут минуты потому что рендер все-таки должен все это ну это будет естественно выведено на репорт вьювер для того чтобы пользоваться потому что как я упоминал в pdf мы же ничего не можем не делать да да в pdf мы не видим мы видим только ну раскрытые уже да ну если мы даже раскрыли мы видим только то что мы сделали то есть если мы все отколапсили то мы увидим только все колапнуто или заэкспандили значит все увидим то что экспаннуто ну да рендеру несколько минут надо будет на работу с данными конечно спасибо большие вопросы нет спасибо за ответ спасибо 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 Продолжение следует...